здравствуйте это канал максимации помните вот это вот красавцы nokia 1208 который обозревал 2019 году так вот есть его старший брат близнец nokia 1200 и сегодня как раз будет обзор этого телефона ну во-первых этот телефон является продолжением таких моделей как nokia 1110 1110 и 1112 давайте включим их вспомним 1110 обычно здесь а этот 1110 разницу вы уже сами наверняка заметили в экранах разница и вот большую популярность получил этот экран вот этот его лучше читать на солнце да и вообще на таком экране как-то считать более приятно и вот в общем спустя два года после выхода 1110 а также год после 1110 и 1112 у меня нету он он как то это только у него белый экран недавно я обозревал nokia 1202 у которого вот как раз таки белый экран вот он и собственно говоря он является кстати полным аналогом по функциональности с этим вот разве что отличие тем что разве в расположении динамика и его и в цвет и экраны ну и играми отличается ладно в общем давайте к этой модели вышел он 2007 году где-то в мае по моему 2007 вышел если не ошибаюсь точно и выглядит вот так такой вот цвет два официальных цвета было это вот такое вот черная рамка мне черный нравится больше еще синие но как по мне черный выглядит лучше и белая резиновая клавиатура слитная сверху надпись nokia динамик экран разрешение которого сейчас посмотрим 68 на 96 пикселей монохромный черно-белый дисплей с зеленой подсветкой экран здесь точно такой же как у 11 10 10 зеленый значит переднюю часть осмотрели снизу снизу уже другой разъем под зарядку если здесь разъем зарядки вот такой большой то здесь он 2 миллиметра всего на другой разъем перешли микрофон и два с половиной миллиметра под наушники а также разъем под сервисный кабель здесь левая сторона без дополнений а здесь есть динамик такая вот дырочка 1 динамик здесь хуже чем в 11 10 11 10 а это мы еще проверим но появился фонарик он находится сверху в 11 10 фонарик отсутствовал и есть две выемки для шнурков задняя сторона скромная уже надпись nokia и задняя крышка ну и в том же 2007 как вы поняли вышла его цветная версия это nokia 1208 давайте и включим заранее которая внешне точно такая же но у него цветной дисплей и в связи с этим есть также поддержка тем но еще немного играми там тоже отличается и цветом вот клавиатуры и вот это она здесь черная здесь белая 1208 цвет помимо черного еще красный ну и давайте предлагаю открыть крышку этот открывать не буду вот там абсолютно также выглядит оригинальный аккумулятор на 700 миллиампер nokia bl5c а но здесь стоит bl5c на 1020 миллиампер сим карты ставится вот так вот здесь этот аккумулятор подходит а вот bl5c б на более поздних моделях nokia сюда не подходит потому что они как бы подходят телефон с ними работает но он отказывается с ними заряжаться с этим с этими заряжается ну и давайте включим эту радость такой вот зеленый экран заряд батареи не очень высокий у меня но на обзор хватит как вы видите экраны действительно одинаковые но динамик хуже но динамик посмотрим позже такой вот в принципе телефон довольно компактный весит он у нас сколько он весит я проверим метод характеристики открыты 77 грамм весит по характеристикам у нас счет длина его 102 миллиметра ширина 44 миллиметра и толщина 17 с половиной миллиметров полностью сделан из пластика достаточно качественного литий-ионный аккумулятор на 700 миллиампер оригинальный аккумулятор как я уже сказал на хромный дисплей 2g gsm 900 1800 одна sim карта поддерживается как вы уже поняли есть полифония 20 тональная или 32 тональная тут разные цаи по разному сказать пишут но скорее всего 32 тональная ну и есть три игры ладно давайте пройдемся по менюшке ну во первых клавиатура нажимается довольно удобно правда вот единственный минус в этой клавиатуре в темноте она выглядит вот так весь свет огоньки полностью просвечивается туда и выглядит это не очень красиво неравномерно светится клавиатурой это не сильно радует значит что у нас по меню сообщения контакты звонки настройки будильник планетки игры дополнительные функциями и меню сим-карты которые почему-то 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 не появилась дал она должна быть на вычета я поставил свою сим-карту и нет хотя моя сим-карта поддерживает вообще-то меню или может а можете не поддерживать я просто займи просто по эсэмэске эсэмэска прислажно меня сим-карту я поменял может их может и не поддерживать не знаю меню такое же как здесь только можно заметить одну разницу хотя может быть тут экран чуть побольше а здесь анимация переключения такая а здесь такая анимация различается можете сами заметить сами видите разницу еще если раньше клавиша вверх открывала не при вызовы меню вызовов то теперь двойной нажатии вверх включает фонарик фонарик довольно яркий подсветить что-то можно если раньше правая клавиша открывала меню демонстрации то здесь теперь открывается календарь добавлен был сюда календарь давайте по сообщениям сообщения новые сообщения можно написать что угодно принятые сообщения переданы черновики чат графические списки рассылки запрещенные и так далее контакты можно посмотреть добавить удалять копировать настроить звонки не принятые принятые набранные части списки вызовов длительность настройки кстати предлагал лайфтаймер посмотреть ну как ну не лайфтаймер этот я не помню какой там код для лайфтаймером там большой но мы можем посмотреть дату выхода этого экземпляра он вышел в том же году что и сам телефон был выпущен 2007 в октябре телефон заблокировался я не успел дочитать это номер прошивки и модель собственно написано теперь по настройкам куда зашел настройки сигналов здесь мы можем мелодии посмотреть давайте посмотрим здесь порядок мелодии уже соответствует алфавиту и тип и тип рентонов 1 у нас идет nokia tune ну точнее 1 короткий сигнал nokia tune а дальше идут полифонический стандарт мелодии потом мелодии и и си си формат или и си блин я опять забыл принципе мелодии тут многие те же что и на 10 мелодии прикольные полифония здесь очень хорошо звучит и 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 этот рентон в 12 08 отсутствует и этот тоже и вот этот тоже это и сиси рентоны или и си блин я опять забыл название этого формата и дальше рингтоны для будильника смс кстати на на более первых экземплярах этой модели мелодия сан фан отсутствовала но еще остались слоты для мелодии если синтезатор мелодий в 12 08 рингтоны все те же самые даже порядок тот же самый однако отсутствует отсутствует рингтоны клоуд сан фан и уэйтинг можете сами убедиться в этом а теперь давайте посмотрим на различие динамиков между вот этими моделями здесь динамик лучше во первых здесь динамик в этом телефоне расположен правильно он и направлен вперед а здесь динамик он направлен в обратную сторону туда но тем не менее сзади нет дырочек и звук в результате входит отсюда и вот отсюда немножко неправильно так сказать динамик ну и здесь динамик более качественный и еще одна особенность давайте послушаем здесь он как-то более приятно звучит что ли и вот мы закрываем даже если все три дырочки вот эти закрыть все равно слышно довольно таки что а здесь здесь дырочка 1 ладно 2 вот это если закрыть ничего не будет отсюда звука не выходит звук выходит из этой дырочки вот мы его закроем и и видите ничего не слышно и это это я бы сказал недостаток 1208 динамик абсолютно идентичен то же самое там все есть громкость можно настроить сигнала вибро вызов сигналы о сообщении еще есть ну и выбрать что-нибудь из мелодии которые только что показывал звук громкость сигнала клавиш предупредительный сигнал и ритмический световой сигнал это вот мы включаем допустим мелодии начинает вот так вот подсветка моргать довольно прикольно но мне это на глазарь что если честно я не то что выключил что ли хотел выключить это далее настройки дисплея поскольку здесь дисплей монохромный здесь нет темы цветовых схем часы заставка это стрелочные часы цифровые часы или выключить общие формации сети время подсветки обычная 15 секунд увеличенные 30 секунд можно вообще отключить на солнце даже с отключенной подсветкой читается неплохо вполне да и даже здесь во время записи но ночью не видно ничего будет заставка есть также заставки они все такие же как на предыдущей модели на 1110 dream night island bubbles смена цветов их 1208 заставки все те же только они там цветные flames shutdown in flames блин и вот это вот прикольная заставка ну и случайный выбор можно сделать режимы обычный без звука тихая громкая только подсветка мой стиль можно все режимы настраивать под себя настройки часов дата время коррекции даты времени вызовы переадресация повторный набор услуги всякие дать настройки телефона язык языка всего два также как и в 1202 кстати который мы обозревали но по крайней мере в моем экземпляре русский английский только язык настройки блокировки автоматическая блокировка код блокировки так выбор сотовой сети тут сотовой сети мелодия запуска приветствие подтвержденный запрос сим-карты стоимость аксессуары защита педа пин-коды всякие это то что на меню актив в на главном экране будет стоять ну и восстановите все по умолчанию помощью защитного кода далее у нас идет будильник будильник также можно только поставить один его можно выбрать мелодию памятки появился календарь как я уже говорил в 1110 календарь отсутствовал игры теперь перейдем к играм здесь уже игры другие если в 1110 и его собратьях были были игр покет карен да из games и змейка то здесь уже игры поинтереснее появились ну по крайней мере на мой взгляд rapid roll соки лыгу из на эксцензия в 1208 кстати игры те те же самые но только цветные но вместо соки лыгу там на еще парк соки лыгу кстати тоже есть в цветном варианте на nokia 16 00 давайте рэпидрол сначала посмотрим короче эта игра вот такая вот здесь надо шарик вот так вот катить чтобы он не падал на шипы здесь количество жизней ну здесь требуется что здесь требуется здесь требуется просто как можно дальше пуститься и все тут можно собирать жизни но так позалипать в принципе можно эта игра мне не сильно интересно вот следующая вот эта игрушка вообще бомба вот в эту игрушку я залипал когда телефон купил ой не купил мне его подарили господи здесь это короче футбол и в принципе такая вот мини фифа на монохромом телефоне можно выбрать уровень простой принципе то я раньше честно говоря не заметил арги тут команда аргентина бразилия франция испания так понимаю китай я играю за аргентину к сожалению россии нету россии x за россию к сожалению играть нельзя прочь это к сожалению наша сборная довольно таки слабо к сожалению футболе давайте сыграем но мы можем играть против россии разве что так испания против аргентины но цветном варианте конечно было бы интереснее играть вот на камеру правда не так удобно играть так вот это я бегу и нужно так вот я пасу и своему стоимость услуги вот так то я когда купила их для 5 опять не то сказал когда мне подарили телефон я я в эту игрушку по залипал по выигрывал реально реально тут в принципе как геймплей похож на фифу по залипал но на камеру очень тяжело играть когда руки вот сюда съешь удобно когда телефон прямо передо мной находится так ну и снэкс эндзя это всем привычная змейка куда женоки может быть без змейки так классически поставим можно выбрать скорость давайте на двоечки змейка все мы знаем что змейка кушает фруктики и от этого растет ну и нельзя чтобы она откусила саму себя есть также режим компания которым можно которым у нас несколько уровней и мы их проходим едем шарики по и забиваем вот эту вот шкалу и переходим на следующий уровень кстати вот я думаю если кому-то интересно пишите в комментах может быть мне стоит сделать про полный прохождение каких-нибудь вот этих вот игр вот я бы с удовольствием бы поиграл бы в mons на 16 на 1616 например у меня nokia есть имеем целом такие три игрушки настройки еще есть звук и вибрации в играх дополнительные функции калькулятор конвертер последнего очень кстати полезная вещь таймер календарь опять же секундомер синтезатор мелодии можно набить мелодию свою и можно их передавать кстати с помощью сообщений фонарик можно здесь его также включать и демонстрация основы посылка вызов ответ на вызов передачи смс ну короче тут нам показывают как чуть делать давайте ответ на вызов например посмотрим как это типа нам звонят можно с этим на контакт поставить какую-нибудь картинку такую вот из встроенных и нам показывают как отвечать какую кнопку нажимать ну и меню sim карты должно быть дальше но моя sim карта видимо не поддерживает меню мы в целом мы посмотрели вроде бы все по телефону вот так вот он блокируется и также разблокируется а меню актив это быстрый доступ и в целом действительно 1202 который вышел два года спустя он в принципе отличается только чуть чуть меньшим размером экрана экранчик здесь тем что здесь экранчик белый ну и отличается играми там суду суду кубич бич ралли вместо рапидрол и соки лего ну и динамиками различается здесь динамик также расположен правильно назад и дырочки сзади все разъемы одинаковые все остальное одинаково на этом закончим давайте телефон выключим и ну чтож если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки я думаю в следующем обзоре я сделаю обзор на телефон nokia 1616 очень довольно таки интересная тоже модель после вас подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стриминский канал с поделаю вконтакте и всем пока